Здравствуйте, меня зовут Алина и тема сегодняшнего видео урока это закономерности наследственности, установленные Грегором Менделем, гипотеза частоты гомет, неполное доминирование, дегибридное скрещивание и анализирующее скрещивание. Законы наследственности были изучены Грегором Менделем и для их изучения он использовал две чистые линии гороха семена которых отличались между собой для начала по одному признаку по цвету. Чистые линии были образованы только гомозиготными растениями, то есть растения с желтыми семенами были гомозиготами по доминантному признаку, а растения с зелеными семенами гороха были гомозиготами по рецессивному признаку. Для начала давайте поговорим о том что такое моногибридное скрещивание. Моногибридное скрещивание это скрещивание форм, отличающиеся друг от друга только по одной паре признаков, за которые отвечают аллели одного гена. Например, в опытах Грегора Менделя это был цвет семян гороха, либо в дальнейшем он еще исследовал форму гороха, он использовал семена гороха гладкие и шероховатые. Об этом мы поговорим более подробно еще дальше. То есть что нужно понять, что моногибридное скрещивание это скрещивание, при котором отличительная черта какая-то одна, то есть берется за изучение только один признак. Итак, поговорим о том, какой первый закон был установлен Менделем. Этот закон называется законом единообразия гибридов первого поколения. И он гласит, что при скрещивании двух гомозиготных организмов, которые отличаются друг от друга по какому-то одному признаку, все гибриды первого поколения будут иметь признак одного из родителей, того признака, который кодируется доминантным геном. И поколение по данному признаку будет единообразным. То есть все поколение по фенотипу будет и по генотипу будет одинаково. То есть если Грегор Мендель брал чистую линию гороха с семенами желтого цвета, то есть гомозиготу по доминантному признаку и скрещивал с гомозиготой по рецессивному признаку, в данном случае образуется по одному типу гомет и все первое поколение будет единообразным. Все будет иметь желтые семена гороха и по генотипу будет а большое, а малы. Второй закон Менделя называется закон расщепления. Он гласит, что при скрещивании двух гибридов первого поколения, то есть уже гетерозигот, между собой во втором поколении будет наблюдаться расщепление. Будут появляться особи уже с рецессивными признаками и они будут составлять 1 четвертую, то есть 25 процентов от всего числа потомков второго поколения. В данном случае Грегор Мендель уже взял гибридов первого поколения, которые являются гетерозиготами. В данном случае у каждой из родительской особи будут образовываться два типа гомет и при их скрещивании будет образовываться три варианта генотипа. Это гомозигота по доминантному признаку, гомозигота по рецессивному признаку и гетерозиготы. И расщепление по фенотипу будет 3 к 1. То есть три части 75 процентов будут иметь желтые семена и всего 25 процентов будут иметь зеленые семена. Теперь поговорим о том, что такое гипотеза частоты гомет. При образовании гомет в каждую из них попадает только один из двух элементов наследственности, отвечающих за данный вариант признака. То есть в каждую гомету попадает только один ген из пары аллельных генов. Теперь поговорим о таком явлении как неполное доминирование. Неполное доминирование это тип наследования, при котором гетерозиготные особи будут отличаться от гомозиготных особей по фенотипу и будут иметь промежуточный фенотип по сравнению с родительскими организмами. Связано это тем, что доминантный ген не полностью подавляет действия рецессивного гена и появляются вот новый фенотип промежуточный. Примером неполного доминирования является растение ночной красавицы, которое вы можете видеть на слайде. У данного растения гомозиготы по доминантному признаку будут иметь красные цветки, гомозиготы по рецессивному признаку будут иметь белые цветки. Я предлагаю вам поставить видео на паузу, решить данную задачу, что будет при скрещивании двух гомозигот и предположить, какой фенотип будет у потомков первого поколения. Итак, давайте посмотрим. В данном случае образуется по одному типу гомет и по закону единообразия все первое поколение будет единообразно как по генотипу, так и по фенотипу. Но что интересно, так как доминантный ген в данном случае не полностью подавляет действия рецессивного гена, то появляется как раз промежуточный фенотип, о котором я говорила, и цветки у гетерозигот будут уже розового цвета. Итак, мы поняли, что закон единообразия в данном случае будет выполняться. Все гибриды первого поколения будут единообразны, но фенотип у них будет не схож с фенотипами родительских особей. Давайте же посмотрим, что произойдет при скрещивании гетерозигот, то есть при скрещивании гибридов первого поколения. Я предлагаю вам также поставить на паузу, решить данную задачу и посмотреть, будет ли выполняться второй закон Менделя, будет ли там такое же расщепление по генотипу и по фенотипу, как было представлено в опытах с горохом. Итак, давайте посмотрим, что произойдет при скрещивании гибридов первого поколения при неполном доминировании. У нас также образуются два типа гомет, но при скрещивании у нас образуются уже не два фенотипа, как было с горохом, а три фенотипа. Будут цветки как красного цвета в том случае, если генотип будет гомозиготен по доминантному признаку, так и розовые цветки гетерозигот и появится белый цвет, белые цветки в том случае, если встретится гометонесущий гомозиготный признак, гомозиготный ген. Теперь поговорим о том, что такое дегибридное скрещивание. Дегибридное скрещивание это тот случай скрещивания, когда особи будут отличаться по двум различным признакам. Мендель в своих опытах, как я уже говорила ранее, использовал два признака, это цвет семян и их форму. В таком случае он скрещивал растения из чистых линий, имевших желтые гладкие морщины с генотипом АА большие и ББ большие, с растениями, имевшими зеленые морщинистые горошины, которые были дегомозиготами по рецессивным признакам. Мы видим родительских особей, которых он скрещивал в своих опытах, и мы еще раз убеждаемся в том, что он использовал чистые линии, дегомозиготы, это желтые гладкие и зеленые морщинистые семена. Они будут образовываться по одной типу гометы, это А большой, Б большой, А малая, Б малая. И при скрещивании по закону единообразия гибридов первого поколения все растения будут с желтыми и гладкими семенами, но они уже будут ди-гетерозиготны по генотипу. Далее в своих опытах Мендель скрестил гибриды первого поколения между собой, то есть он скрестил двух ди-гетерозигот, которые по фенотипу были с желтыми и гладкими семенами. И так как гены, отвечающие за цвет и форму семян, находятся в разных парах гомологичных хромосом, то они будут наследоваться независимо друг от друга. Это значит, что они с равной долей вероятности могут попасть в одну гомету. Таким образом, при скрещивании гибридов первого поколения будут образовываться по четыре типа гомет у каждой из родительской особи. Для того, чтобы решать задачи на дегибридное скрещивание и не запутаться, так как у каждой родительской особи у нас образуется по четыре типа гомет, используется решетка, которая называется решетка пинета. Вы можете видеть ее сейчас на рисунке. Для составления такой решетки в строчку выписываются все гометы одной родительской особи и в столбик гометы другой родительской особи. И в ячейках на пересечении гомет уже записываются генотипы полученного потомства. В данном случае в опытах Менделя было следующее расщепление по фенотипу во втором поколении гибридов. Девять растений было с желтыми гладкими семенами, три с желтыми и морщинистыми семенами, три с зелеными гладкими семенами и одна часть всех растений была с зелеными и морщинистыми семенами. Таким образом, во втором поколении будет 4 различных фенотипа с расщеплением 9 к 3 к 3 к 1. Таким способом Мендельс формулировал третий закон. Он называется закон независимого наследования признаков и гласит, что при дигибридном скрещивании гены и признаки, за которые эти гены отвечают, наследуются независимо друг от друга. Но данный закон справедлив только для тех случаев, когда гены, которые изучаются в данном опыте, расположены в разных парах гомологичных хромосом, как было с горохом. Исключением же из этого правила будут являться случаи сцепленного наследования. Теперь поговорим о том, что такое анализирующее скрещивание. Анализирующее скрещивание это скрещивание, которое создано для определения генотипа особи с доминантным фенотипом, то есть в том случае, если у нас проявляется признак доминантного гена, но мы не знаем гомозигота или гетерозигота по генотипу та или иная особь, тогда ее скрещивают с особью с рецессивными признаками, в которой мы точно уверены, что она гомозигота, так как если бы она была гетерозигота, то проявлялся бы доминантные признаки. В данном случае, если мы рассмотрим такой пример, черный цвет окраски свиньи будет являться доминантным. У нас есть черный самец свиньи, но мы не знаем его генотип, гомозигота он или гетерозигота, поэтому его скрещивают с особью женской с гомозиготным признаком, то есть желтым цветом желтой окраской. И в данном случае мы также не знаем гомозиготно или гетерозиготно родительская особь черного цвета, мы скрещиваем с другой особью с рецессивным признаком. И затем, для того чтобы определить, какой генотип будет у первой и второй черной свиньи, нам нужно будет проследить, какое потомство при данном скрещивании получится. Итак, посмотрев на потомство, если мы увидим, что в потомстве нет расщепления, то мы смело можем утверждать, что организм, который мы исследовали, является гомозиготой по исследуемому признаку. Как в данном случае, у нас все первое поколение, все гибриды первого поколения в 100% имели черную окраску, то есть никакого расщепления здесь нет, и мы можем смело утверждать о том, что родительская особь черного цвета, генотип которой нам необходимо было определить, является гомозиготой по доминантному признаку. Если же мы видим, что в потомстве есть расщепление, то это означает, что испытуемый организм имел гетерозиготный генотип по исследуемому признаку. То есть, если мы видим, что в гибридах первого поколения появляются особи с желтой окраской или с любым признаком, который является рецессивным, то мы можем также смело утверждать, что одна из родительских особей, имевшая доминантный фенотип, является гетерозиготой, потому что только в том случае, если у такой особи могут образовываться гометы с рецессивным геном, только в таком случае у нас могут появляться потомства с рецессивным фенотипом, так как они в 100% обязательно являются гомозиготами по рецессивному признаку. И еще одно определение, о котором бы мне хотелось сказать вам в этой теме, это генофонд. Генофонд это совокупность всех вариантов, всех генов, которые входят в состав генотипов особей какого-либо вида. Генофонд может быть генофондом вида, или генофонд популяции, или даже генофонд одной семьи, то есть это совокупность всех вариантов гена, которые могут встретиться в той или иной группе. Итак, на сегодняшнем занятии мы поговорили о законах Менделя, первом, втором и третьем законе Менделя, поговорили о том, что такое неполное доминирование, что такое анализирующее скрещивание, дали такие понятия как чистота гомет и генофонд. Увидимся на следующем занятии, до свидания!